Владимир Фисенко нам объяснит, политолог, сейчас с нами на прямой связи. Он появляется. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, рады вас видеть. Добрый вечер. Вот объясните, пожалуйста, этот момент, да? Мы вроде в течение года понимаем, что это довольно-таки номинальная функция того, что Россия находится в Совете Безопасности ООН, потому что ничего как пиара или какого-то статуса она не получает. Никаких механизмов особого влияния вроде как нет. Но с другой стороны, нужно ли нам бороться за то, чтобы лишить этого статуса, как вот настаивает президент Украины? И почему? Ну, я думаю, что как раз наш президент настаивает на лишение России этого особого статуса правильно. Почему? Потому что это неформальность. Я напомню, не все наверняка об этом знают. Из 15 членов Совета Безопасности ООН есть 10 членов, которые по очереди туда попадают. Их избирают. Ну, это там квота от каждого региона. Ну, вот они побыли на определенное время, потом их меняет другая страна. Это не постоянные члены Совета Безопасности ООН. А 5 стран находятся там постоянно. Так было заведено с самого начала, с момента создания Организации Объединенных Наций. Это как бы 5 стран-основателей этой организации. Но на тот момент это, кроме Соединенных Штатов, Англии, Франции, Китая, еще и Советский Союз. А вот дальше интересно. Так вот, да, 5 стран имеют особый статус, неформальный особый статус, включающий право вета. Они могут заблокировать любое решение в рамках Совета Безопасности ООН. Например, предложили Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Францией резолюцию, осуждающую российскую агрессию. Невозможно это сделать через Совет Безопасности, потому что Россия это заблокирует, используя свое право вета. И, к сожалению, практика деятельности Совета Безопасности с 2014 года, ну и особенно после 24 февраля, показывает, что Россия злоупотребляет этим правом вета. Она постоянно его использует, когда речь идет о каких-то вещах, которые противоречат интересам России. То есть злоупотребляет своим статусом. Вот в чем проблема. И вот теперь про Россию. Как она получила свое право на этот особый статус. Россия объявила после распада Советского Союза себя страной, наследником, правоприемником Советского Союза. Как это произошло? И членство в ООН Россия получила таким образом. И статус, вот этот особый статус присутствия в Совете Безопасности. Это, к сожалению, получилось потому, что в начале 90-х годов, сразу после распада Советского Союза, когда была создана СНГ, 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 другие страны согласились на то, что пусть Россия исполняет обязанности Советского Союза. И в отличие от обычной процедуры вхождения в ООН, когда Генеральная Ассамблея должна за это проголосовать, Совет Безопасности должен дать согласие на это, Россия просто по письму из СНГ получила вот этот статус. На это все согласились, это всех устраивало тогда, чтобы не было проблем с ядерным оружием, которое осталось от Советского Союза и так далее. А вот теперь в чем проблема? Абсолютно не просто алогичная какая-то ситуация. Ситуация морально неприемлемая, политически абсурдная. Я бы сказал, возмутительная ситуация, когда страной с особым статусом в Совете Безопасности, который должен обеспечивать мир и безопасность во всем мире, является страна-агрессор, напавшая на другую страну, убивающая людей другой страны. Вот в чем возмутительность нынешней ситуации. Но, к сожалению, исправить ее обычными механизмами невозможно. Почему? Потому что для того, чтобы убрать кого-то из Совета Безопасности, нужно согласие всех стран, членов Совета Безопасности. И та же самая Россия, ну плюс еще и Китай, заблокирует это, используя право вето. Замкнутый круг. Вот это главная беда. И вот в этом сложность проблемы. Не только наш президент возмущается вот этим возмутительным фактом присутствия страны-агрессора в Совете Безопасности, да еще и с особым статусом, с особыми правами. Возмущаются и другие страны. Но, к сожалению, обычными механизмами эту ситуацию в ООН не исправишь. Владимир, а какими же их исправить? Вот если обычными нельзя, то выход какой? Что делать? Все расформировать, собраться заново? Или все-таки есть какие-то юридические лазейки, да, с помощью которых таки можно добиться результата? Ну, лазейки, вот сам термин лазейки, он немножко напрягает, потому что, как бы, это всегда такой, вроде бы, не очень законный способ. Хорошо, законные. Какие законные? Стопроцентные способы? Ну, правильно, какой-то другой вариант, какой-то другой сценарий, в том числе, который бы отвечал уставу ООН. Формально, ну, большинство юристов говорит, что такого нет. Но, на самом деле, вот уже с прошлого года целая группа юристов из Украины, специалистов по международному праву, к ним подключились и специалисты из ряд других стран, они ведут активную борьбу за вообще лишение России права членства в ООН. За то, почему? Потому что она получила свое членство в ООН вопреки обычной процедуре. Вот по письму никого не принимали в ООН, а Россия стала по письму. Украина, напомню, вместе с Белоруссией, с самого начала были членами ООН. Ну, такая была прихоть Сталина, но все согласились. Ну, тем более, две страны пострадали во время Отечественной войны, во время Второй мировой войны. И поэтому, как бы, вот мы с самого начала члены ООН. Но все другие страны, новые независимые государства, возникшие после распада Советского Союза, новые государства, возникшие вследствие распада Югославии, все проходили процедуры вступления в ООН через голосование в Генеральной Ассамблее. Кстати, из согласия членов Совета Безопасности ООН. А вот Россия эту процедуру не проходила. Поэтому ряд специалистов предлагает, и даже есть голосование, есть ролики, я тоже там участвовал, можно в Ютьюбе найти, подписывается петиция в ООН, чтобы Россия прошла такую процедуру голосования. Это один такой механизм. Пока вот, как бы, он представляется, ну, скажем так, долгим, сложным, почти утопическим, но это один из правовых механизмов, как можно попытаться это сделать, пересмотрев само членство России в ООН. Другой вариант. Я думаю, он будет возможен в случае поражения России в войне. Тогда, и вот в случае, если еще и кризис возникнет в России внутренней, тогда сам факт поражения страны-агрессора в войне, я думаю, он очень сильно повлияет в международную ситуацию. И тогда это может подтолкнуть и другие страны-члены Совета Безопасности к постановке вопроса об изменении статуса России в этой организации. Может блокировать Китай, к сожалению. Но, тем не менее, здесь нужна воля целого ряда группы стран. Особенно вот стран западных. Если они будут действовать совместно, ну, тогда появится шанс изменить статус России в ООН. Либо, если не дай бог, конечно, ну, начнется острый конфликт, противостояние, где, с одной стороны, будут Россия и Китай, с другой стороны, демократические страны. Это может расколоть ООН. И тогда тоже вот этот особый статус России, он потеряет смысл. Это, конечно, конфликтный сценарий, но его тоже исключать нельзя. Поэтому простого, какого-то обычного логического сценария, к сожалению, просто не существует. И мы можем ускорить изменение статуса России в ООН через поражение России на поле битвы. Вот тут, конечно, многое зависит от нас и от помощи наших союзников, наших партнеров. Поэтому мы можем ускорить этот процесс, нанеся России военное поражение. Но есть в противовес Большому Совету Безопасности ООН, Международному Совету Безопасности Российской Федерации, который было бы логично перенимать на Совет Нападения, Совет Агрессии Российской Федерации. Или Совет Небезопасности для всех остальных стран. Мягко говоря, да. Путин собирается его созвать в полноформатном режиме в ближайшие дни. Как вы думаете, о чем будут говорить? Аудитории нашей напомню, что последнее подобное собрание было в октябре прошлого года. То есть, проходит оно не так уж, чтобы часто. Явно должны быть какие-то ключевые заявления и задачи. Какие могут быть? Ну, я, кстати, напомню, что перед началом Большой войны против Украины, 21 февраля, за три дня до начала Большой войны, тоже было вот это большое заседание Совбеза России. Причем его показали, ну, наверное, не полностью, но с выступлениями всех членов. Это просто было особое шоу. Заикающийся на Рыжкин и Путин, который допрашивал всех членов Совбеза России, как они относятся к признанию так называемых ДНР и ЛНР. Вот тогда все началось с признания ДНР и ЛНР, заключения договоров о безопасности с ними, что стало и поводом для нападения на Украину. Поэтому, конечно, любое вот такое расширенное заседание, оно чревато рисками, проблемами. Но чего ждать? Вот гадать можно, конечно, там. Ну, например, Путин может, кто-то говорит, объявить войну. Ну, знаете, это для россиян значимо. А для нас мы и так уже в состоянии войны с Россией живем с 24 февраля прошлого года. Вот россиянам стоит бояться, я думаю. Потому что один из вариантов – Путин может объявить военное положение. Закрутить гайки, закрыть выезды страны, объявить новую волну мобилизации или что-то еще. Объявить какие-то новые угрожающие меры в адрес стран Запада. Хотя он их и так пугает размещением тактического ядерного оружия в Беларуси либо другими какими-то действиями с ядерным оружием. На Западе, конечно, с опаской к этому относятся. Но они уже понимают, что любым действиям Путина надо противостоять. Не бояться, не идти ему на уступки. Надо противостоять. Сдерживать надо Путина, а не выполнять его прихоти и ультиматумы. Но, тем не менее, конечно, это заседание, я думаю, его поводом, может быть, стала история с взрывом в Петербурге, где погиб очень гадиозный персонаж, так называемый Вейнкор, Владлен Татарский, это псевдоним. Ну, многие эксперты, кстати, российские, в том числе и первые, они сформулировали эту версию, считают, что это, скорее всего, провокация спецслужб российских. Может быть, она и рассчитана на то, чтобы вот таким образом создать повод для ведения в России военного положения. Но чем закончится это заседание, посмотрим. Вот как бы это пока только лишь версии, предположения. В любом случае, вы правильно отметили главную проблему, так называемый Совет Безопасности России, он на самом деле является главным источником опасности и для других стран, и, главное, для самих россиян. Да, это интересный и, самое главное, правильный вывод, конечно. Спасибо вам огромное, Владимир, за участие в эфире. Владимир Фисенко, политолог, был в эфире канала Freedom.